Итак, девчонки, теперь давайте перейдем к другим маркам, которые представлены тоже на сайте, о которых я вам могу рассказать. Давайте расскажу вам о вот такой вот интересной марке, которая называется Natural Elements. В общем, как-то так. У меня есть два продукта из этой серии. Честно говоря, оба они для меня немного неожиданные. Вообще, заменять увлажняющий или питающий крем на масло я всегда как-то побаивалась. Хотя, в принципе, я понимаю, что может быть так сделать и простительно. Итак, что у меня есть сейчас для ухода за лицом? Когда я не пользуюсь маской на ночь, очищающей от Organic Search, я пользуюсь вот этим вот маслом. Называется оно у меня комплексное масло для лица. Значит, что написано? Богатый витамином Е, оказывает стимулирующее, тонизирующее, общее укрепляющее действие, улучшает кровообращение, не успокаивает, снимает раздражение и покраснение кожи. Замечательный продукт, очень он мне нравится. Единственное, что оно, естественно, до конца не впитывается, как все масла. То есть, я его наношу на лицо, проходит минут где-то 5-10, я его чуть-чуть промакиваю салфеткой и после этого ложусь спать. Потому что, если это не сделать, то все масло окажется у вас на подушке. Но оно мне очень нравится, и нравится оно мне тем, что вроде бы это масло, но так как здесь, опять-таки, очень много противовоспалительных эфиров, оно замечательно просто убирает всякие прыщики на лице. Так что, очень советую. Следующий продукт, который для меня самый неожиданный, и таким образом я еще масло никогда не использовала. Это, опять-таки, продукт Natural Elements Easy Shaving Oil. Это масло для бритья. Для меня это было очень странно. Но, когда я первый раз попользовалась этим средством, я поняла, какая же я была дурочкой, зачем же я вообще выбрасывала все свои масла, ведь их реально можно использовать для бритья. Я его использую исключительно на ноги. Сказать, что эффект супер, я даже не знаю, как сказать. Я выкинула свою старую пену для бритья, потому что теперь я ей не пользуюсь. Почему мне это очень нравится? Вы наносите на влажную кожу масло. Таким образом, вы сразу же запечатываете большое количество воды. То есть, ваша кожа увлажняется, питается. За счет того, что ваши ноги становятся масляными, бритва просто нереально близко подалезает к вашим ногам. Поэтому бритье проходит очень легко, очень просто. Дальше вы смываете это все водой. Я не смываю это дальше никаким мыльным средством, чтобы оставить вот эту влажность, маслянистость на ногах. И получается, что не нужно пользоваться кремом. Ноги не сухие, ноги уже увлажненные. Суперсредство, девчонки. Единственное, что мне в этом продукте не совсем нравится, это то, что у него есть в компонентах масло пачули. Как вы знаете, пачули это такой немножко отпугивающий ингредиент. То есть, оно пахнет немножко так, ну, по-мужски, давайте назовем это. Но, с другой стороны, зато им могут пользоваться мужчины. Да, то есть, просто я уж девочкой пользуюсь, а мужчинам подавно, мне кажется, понравится. Вот. Единственное, что многие мужчины, наверное, сначала начнут поливаться, да, потому что, ну, у нас с мальчиками вообще очень тяжело приходят к каким-то новым средствам, да. То есть, если уж они там для себя приняли пену для бритья, то как бы окей. А вот чем-то новым нет. Но можете взять его для себя, а своему мужчине просто дать попробовать. Может быть, ему тоже понравится. Потому что я знаю, что многие мужчины страдают сухостью кожи, да. А здесь как раз сухость у тебя уберется за счет хороших эфирных масел. Вот. Такой продукт. Следующее, что я вам хочу показать, это самый маленький продукт из моей коробки. И, на самом деле, он мне доставляет просто огромную, как сказать, огромную радость. Я даже не знаю, почему. Это органический бальзам для губ. Он настолько органический, что у него абсолютно картонная коробка. И что самое классное, у него нету даже выдвижного механизма. Представляете, я такое вижу первый раз. То есть, для того, чтобы достать этот блеск, вам нужно вот сюда вот так вот надавливать, и он появляется. Я взяла себе с ароматом малины, насколько я помню. Но он такой нерезкий, он очень быстро пропадает. И, знаете, такая малина, мне кажется, она больше такая холодная. Такая не теплая, тошнотворная малина. А такая вот настоящий, настоящий такой малиновый куст. Очень он мне нравится. Просто кладезь масел, восстанавливает губы. И в отличие от всяких кармексов, которым я тоже, в принципе, пользуюсь. Но все эти кармексы, они очень прям пекут губы. Здесь никакой печки на губах нет. То есть, именно такое увлажнение, питание. Очень мне нравится. Замечательное средство. Следующий продукт я совершенно не ожидала, что я приобрету. Во-первых, я не люблю средства для умывания, которые как бы не гель, а нечто другое. То есть, протерли тоником каким-то лицо, и все у вас замечательно. Я такие средства не люблю. И вообще, как-то я всегда была к марке Веледо настроена крайне странно. Я знаю, что Виктория Бонни очень хвалила эту марку. Какой-то там крем антицеллюлитный. Не крем, а масло какое-то антицеллюлитное. Вот. И прям эту марку все как-то так восхваляют. Я когда смотрела на цены этой марки, она меня немножко отпугивала. Но думаю, ладно, раз уж всем так нравится, как бы тоже нужно попробовать. Что я выбрала для себя? Это, кстати, стал мой топовый продукт. На минуточку так. Веледо освежающее и очищающее средство два в одном. Для нормальной смешанной кожи глубоко очищает и тонизирует с экстрактом гомомелиса. Этот продукт произвел на меня абсолютный фурор. За три дня он сделал с моей кожей какую-то фантастическую работу. То есть я поверила в силу грамотных эфиров. Я поверила в органическую косметику. Когда органическая косметика представляет собой разработку врачей и лабораторий. А не то, что у нас на ютюбе принято называть органическая косметика. Скупили пол аптеки всяких непонятных средств. Налили в одну миску и намазали. Девчонки, средство потрясающее. Единственное, что у него плохо, это его запах. Здесь присутствует экстракт гомомелиса. А гомомелис это такой очень странный на самом деле цветок. Для меня гомомелис пахнет примерно как пачули. И вот это немножечко отпугивает. Потому что на лицо все-таки хочется наносить приятные такие вот нежные сакура средства. Здесь немножечко отпугивает запах. Но что он делает с лицом, я просто не представляю. Я просто не представляю. Значит, как это все выглядит. Продукт, конечно, не дешевый. Но у него все-таки дорогая упаковка. Это полностью стекляшечка. Что еще? Значит, крышка, все открывается. Я сначала думала, как я его буду выдавливать. Но вот так вот капаю его на ватку. Итак, девчонки, начала рассказывать о том, как я пользуюсь данным средством. У меня села камера, поэтому перезаписываю. Сейчас я пользуюсь этим средством два раза в день. То есть с утра наношу на ватку, протираю лицо, смываю водой. Дальше использую какие-то средства, там, крем и так далее. И вечером точно так же. Вечером я могу, скажем, умыться каким-то гелем для умывания. И дальше протереть этим средством лицо как больше тоником. Либо прямо этим средством смывать макияж. Но просто я считаю, что это средство довольно-таки дорогое. Чтобы использовать его исключительно как средство для снятия макияжа, я его использую больше как лечебное. Мое лицо воспринимает его спокойно. Поэтому я его не смываю. Хотя производитель говорит, что в целом данное средство лучше, конечно, смывать. Вот. Поэтому, девчонки, не могу сказать, как лучше вам это средство использовать. Если ваша кожа достаточно аллергенна, то я бы побоялась, наверное. Если вам в целом подходят те продукты, которыми пользуюсь я, то очень-очень советую. Потому что буквально за три дня практически все прыщики и даже какие-то постакны, они светлеют. И лицо пришло просто в божеский вид. Это мое средство просто теперь номер один. Открытие 2013 года. И не зря марка Веледа, наверное, так дорого стоит. Теперь присмотрюсь к их уходу за лицом. Потому что результат, ну, просто фантастический. Следующее, что я вам хочу показать, достаточно дорогое средство. Но как раз-таки оно у меня не вызвало каких-то особо сильных прям восторгов. Хорошее, достойное средство, но мне кажется, можно найти подешевле. Это вот такой вот абсолютно неизвестный мне бренд, который называется Котьер или что-то такое. Маска, очищающая для проблемной кожи. Типичная, глиняная, зеленая, зеленого цвета маска. Ничего особенного. Но вкупе как бы вот с этим средством, с этим и с этим, за три дня мое лицо, за три дня, конечно же, мое лицо пришло в потрясающий вид. И мне очень нравится. Единственное, что, ну, просто не знаю, как вам советовать или не советовать это средство. Потому что стоит оно прилично, оно хорошо работает. Но, может быть, вас немножечко отпугнет цена. Если финансы как бы позволяют, возьмите. Потому что очень она такая легкая, но при этом глубоко очищающая. И мне кажется, в ней очень много каких-то питательных веществ, влажняющих веществ. То есть она не пересушивает дико кожу, как просто глина, да. То есть все-таки это такой немножечко лечебно-питательный состав. А будете, если пользоваться, ни в коем случае не наносите ее на влажное лицо. Все вообще размажется к чертям. То есть написано, что нужно нанести достаточно тонким слоем. Маска очень жидкая, нанести ее тонким слоем не получается. И когда я пробовала наносить это на влажное лицо, все вот так просто размазывалось. Смазывалось? Нет. То есть эта маска наносится исключительно на сухое лицо, очищенное чем-то. Очень хорошая. В принципе, если денежки позволяют, советую. Следующие два продукта. Очень я хотела их давно попробовать, потому что они частенько попадаются у многих блогеров. Это вот такие вот... Чаи, хотела сказать. Это такие вот продукты для волос, шампунь и бальзам. Почему я взяла? Во-первых, это тайский бренд Organic Thai. Я вообще очень люблю все тайское, тайландское. Я все время путаю эти слова. Тайское, наверное, правильно, да. И почему, конечно же, я взяла эту серию? Во-первых, то, что она там для сухих волос, бла-бла-бла. Это все отлично. Но это запах франжипани. Мой самый любимый, вот этот вот тайский запах. Потрясающие шампуни. Что хочу сказать. Первое впечатление. Точнее, даже такая первая ассоциация. Органический шампунь должен быть такой жидкий, непонятный. Какая-то вот текучая вода. Нет, он абсолютно густой. Очень хорошо пенится. Потрясающий. Бальзам больше похож на органический. То есть в нем нет вот этого такого силиконистого чувства. Но если после использования этих средств волосы вытянуть с помощью фена и круглой щетки, они безумно блестящие, рассыпчатые, объемные. Я прям пользуюсь и очень-очень-очень довольна. Просто знаю, что многие блогеры пользуются такими шампунями. Поэтому думаю, что вы уже нечто подобное покупали. Если покупали и пользовались, расскажите, пожалуйста, мне в комментариях, как вам. Потому что мне прям очень-очень-очень сильно нравится. Вот, девчонки, вот такое длинное видео. И напоследок я не могу оставить вас без рассказа о парфюме, потому что на сайте Органити также представлена органическая парфюмерия. Ну как я, парфюмерный маньяк, не могла приобрести себе парфюм. В итоге я выбрала себе вот такой вот пузырек. Марка называется, если я не путаю, Акарелли или что-то такое. В общем, я себе выбрала парфюмерную воду, которая называется Кедровый лес. Здесь у нас идут эфирные масла Кедра Бергамота, которые восстанавливают силу и энергию, возвращают хорошее настроение, наносимы на кожу волосы, не содержат искусственных красителей, искусственного мускуса. В общем, ничего здесь нету такого искусственного. И вообще вот эта марка Акарелли, я про нее читала, такая вся супер прованская. Они прям до последнего ручейка, до последней травинки сами все выращивают, производят. Что хочу сказать, это просто для меня топовый запах. Естественно, я выбирала только тупо по описанию, но я нашла то, что искала. Мне очень нравится мужской парфюм Cartier Declaration, и я искала его женскую версию. То есть вот такой аромат абсолютного леса, абсолютно такой древесный, теплый запах, но все-таки женский. Потому что в Cartier Declaration на первый план очень выходит такая мужская какая-то соленоватая такая нота. Многие ее называют солеными огурцами пахнут. Я искала такой женский парфюм без соленых огурцов. И просто-просто по описанию я его нашла. Восхитительный запах, абсолютно древесный, абсолютно теплый. Первое впечатление, если его резко сразу вдохнуть, немножечко отдает какой-то настойкой, но этот запах происчезает буквально за 10 секунд, как только выветривается первый этот спирт. Потрясающе. Единственное, что они не очень долго держатся, то есть в течение дня их нужно постоянно обновлять, хотя написано, что это парфюмерная вода. Стоят они, насколько я помню, полторы тысячи за 50 мл. В принципе, это не очень дешево. Ну, если брать, что они не очень стойкие. В принципе, там еще есть туалетные воды, но даже не знаю, как они будут держаться. В принципе, если обновлять в течение дня, то очень даже неплохо. Мне очень нравится. Все обращают внимание, что за запах, все спрашивают, что это такое, в общем, что еще нужно. И мне еще понравилось в описании к этому аромату было, что этот запах для женщины, чтобы она немножко успокоилась в гармонии с собой. В общем, мне очень понравилось. Надо же по описанию прям я. И поэтому, когда я открыла этот пузырек, набрызгала, я поняла, да, это мои духи на зимний период. Просто потрясающе. Вот, девчоночки, вот такое было видео. Очень оно получилось долгое. Но просто давно у меня не было таких вот обзоров на очень-очень-очень много средств. Не внутри одной марки, да, а внутри разных марок. Поэтому хочется как бы каждую как-то описать, рассказать. И плюс еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что именно это те средства, которыми я сейчас пользуюсь постоянно. То есть не просто взяла там, ну, типа там средства для обзора, да, попользовалась пару раз, рассказала. А это средства, которыми я сейчас пользуюсь постоянно. И настолько они мне нравятся, что я в полнейшем восторге. Поэтому заходите на сайт. Там очень много интересных акций. Очень дружелюбная атмосфера. Они постоянно дарят какие-то бонусы, какие-то скидки. Следите. Очень много там специальных акций. И вот я хочу ваше внимание обратить на эту акцию от именно Organic Surge, где можно купить умывалку и мою любимую маску. Так что посмотрите. Очень-очень много всего от дешевого до дорогого. То есть все там себе могут что-то найти. Вот. Обязательно возьмите вот этот вот бальзам, потому что он просто суперский. Вот, девчонки, такое видео. Большое вам спасибо за просмотр. Всех вас люблю. Целую. Желаю вам органической красоты, натурального счастья. И вообще всего-всего самого замечательного и радостного. Ваша Вероника. Пока-пока.